Актуальные вопросы. В городе прошел второй межведомственный семинар. Все приглашенные и представители Верховного суда, и Генеральная прокуратура. Какие темы обсуждались на встрече? Дружба крепкая. Могилевчанин нагрелся за чужой счет. Деньги он в короткий срок потратил на личные нужды. За сколько продаются теплые отношения? Бобруськ театральный. В храме Мельпомены показ и премьера. Там есть своя интрига, которая в финале. Чем порадует зрителя? А также циркулярная экономика, качественная продукция и последний рывок. В республике подходит к концу основной этап вступительной кампании. Какие предметы в топе? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Запах свежего асфальта. Центр города засиял новыми красками. Работа кипит на Советской. Сотрудники ДСУ-16 поэтапно укладывают асфальт. Сначала одну полосу, затем другую. В первую очередь это сделано для того, чтобы не прерывать движение транспорта. За это время планируется положить порядка 13 тысяч квадратных метров. Сроки очерчены. Окончание ремонта ожидается в середине следующей недели. В пятницу 7 июня с 8 до 19 часов будет ограничено движение между улицами Липнехта и Карла Маркса. Город расцветает после того, как проводят дорожные работы. По улице Минская, Шмидта, Красноармейская, видела, и Крылова. Ну, конечно, будет удобнее для машины. В принципе, дороги ровные. Комфортно, людям нравится. Видно, что город работает. Ну, я все люблю, когда в городе нашем строится новое, даже и плитка меняется вместо асфальта. Я доволен, что город преображается, ведутся дорожные работы. В соответствии с планом, в этом году дорожное полотно обновится на 50 улицах. Объем работ будет включать в себя восстановление как определенных участков, так и всей протяженности. Брат за брата. Могилевчанин обвел вокруг пальца приятеля. Молодого человека обманул 21-летний то ли друг, то ли враг. Ранее неоднократно судимый за кражу и мошенничество. Нигде не работающий фигурант попросил приятеля об услуге. Взять кредит в размере 2000 рублей на мобильный телефон. Пообещав ежемесячно вносить необходимую сумму для погашения. Однако денег потерпевший не дождался. Жулик же заполучил сотовый и скрылся. Гаджет перепродал третьему лицу. Вырученные деньги он в короткий срок потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Мир моды, электронные услуги и Зеленая Республика. Правительство разработало стратегии развития экономики замкнутого цикла. В чем суть? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Белорусская продукция продается на рынках более чем 150 государств. В последние годы организована целенаправленная работа по переориентации поставок в дружественные страны и проработке альтернативных маршрутов их доставки. К слову, товарооборот в 2023-м достиг отметки 83,5 миллиарда долларов, а экспорт максимальных значений, начиная с 2012-го – 40 миллиардов. Правительство разработало стратегии развития экономики замкнутого цикла до 2035-го и намерено уменьшить объем отходов. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале в планах создания технологий и производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья, приоритетные отрасли, промышленность, строительство, жилищно-коммунальное, сельское и лесное хозяйство, транспорт, сфера услуг. В республике подходит к концу основной этап вступительной кампании. 6 июня ЦТ по четырем предметам сдавали более 28 тысяч абитуриентов. В топе «Физика» проверить по незнанию пришли свыше 12,5 тысяч человек. Регистрация участников для прохождения централизованного тестирования в резервные дни, напомним, пройдет с 10 по 14 июня. Выдача сертификатов начнется с 1 июля. С начала года на портале «Епослуга» появилось более 50 новых электронных услуг в социальной сфере, в области таможенного дела, санитарного контроля, экологии, охраны природы, транспорта. Например, с апреля доступна услуга по получению электронной контрольной марки для дезинфекции транспортных средств. Подведены итоги республиканского фестиваля «Мельница моды». Дизайнеры представили 50 эксклюзивных коллекций. Будущие профессионалы в сфере легкой промышленности со всей страны несколько дней проходили серьезный отбор. Образовательные семинары, фэшн-показы. Масштабный конкурс в 33-й раз объединил лучших молодых дизайнеров, визажистов, модельеров и художников. Прийти к общему знаменателю. В Бобруйске прошел второй межведомственный семинар. На встречу прибыли специалисты со всей Беларуси. Лучшим сотрудникам заслуженные награды «Цветы». Представители Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Следственного комитета, Департамента финансовых расследований, Государственного контроля и других подразделений собрались для обсуждения процессуального контроля. Также были затронуты темы предварительного расследования в сфере информационно-коммуникационных технологий на современном этапе, противодействуя экстремизму налоговых преступлений. Все приглашенные и представители Верховного суда, и Генеральной прокуратуры, и других смежных структур обсуждают вопросы действительно совершенствования нашей профессиональной деятельности, как следователей, так и других правоохранительных органов. Соответственно, обсуждение именно на этом семинаре, оно приведет к тому, что выработаются новые подходы в различных сферах деятельности Следственного комитета при расследовании уголовных дел, но и будет совершенствоваться деятельность и других правоохранительных органов. Серьезный диалог завершился сладкой нотой. Участники семинара в рамках экскурсии посетили «Красный пищевик». Там им удалось не только узнать маленькие секреты, но и продегустировать вкусную и качественную продукцию. Легче предупредить, чем потушить. В период летнего зноя по всей республике вводятся запреты и ограничения на посещение лесов. Какие меры предпринимаются для охраны природы, чем чреваты нарушения и что необходимо для того, чтобы безопасно выбраться на пикник. В вопросах разбирался Роман Костюков. Пойти по грибы, по ягоды, подышать свежим воздухом или просто выбраться семьей на природу. В пожароопасный период это не всегда доступно. Вводятся различные запреты и ограничения, контроль за которыми выполняют сотрудники лесхоза. Для этих целей в лесхозах устанавливаются шлагбаумы, на которых размещаются предупреждающие таблички о том, что высокий класс пожарной опасности, въезд транспортных средств запрещен. Также на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства обновлена информация о том, что по районам введен запрет или ограничение, либо они отменены. Несмотря на информирование и профилактику, людей в лес так и манит. Специалисты отмечают, нарушений в период запрета и ограничений много. В основном, правда, обходится без серьезного ущерба фонду. Все-таки для возникновения пожаров, какие должны сойтись факторы вообще, в принципе, почему они появляются в лесу? Все пожары в лесном фонде происходят при одновременном совпадении трех факторов. Это наличие горючего лесного материала, наличие условий горения и наличие источника огня. Исключив один из этих факторов, лесного пожара не может быть. Если фактор горючего материала и погодных условий невозможно исключить, то с третьим дела обстоят совсем иначе. Способов контроля за посещением и разнообразными нарушениями насчитывается много. Один из таких – установка фотоловушек. В Бобруйском лесхозе их 24. Устанавливаются они, как правило, целенаправленно, отрабатывая какое-то мероприятие. То есть, либо это выброс мусора в неустановленных мест вокруг населенных пунктов, либо это с целью охраны складируемой древесины, которую заготавливает лесхоз, либо это с целью контроля заезда транспортных средств. Нарушил – неси ответственность. Пренебрежение правилами обычно обходится разъяснительными беседами и незначительными санкциями, но в иных случаях может ударить по карману. Административная ответственность предусмотрена статьей 16.21, часть 1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Ответственность до 12 базовых величин. Когда ограничения и запреты сняты, на природу можно выбраться без каких-либо препятствий. Несмотря на это, о безопасном нахождении в лесу не стоит забывать. Спасатели напоминают перед тем, как посещать лес, оповестите своих родных, родственников о намерении и маршруте приблизительно. Также возьмите с собой в лес необходимые вещи, такие как воду, еду, спички и по необходимости лекарства. Одевайтесь ярко, защищенно. Если вы вдруг почувствовали, что заблудились, ориентиром вам могут служить тропы, железная дорога, линии электропередач и звуки. В случае, если вы почувствовали, что не можете самостоятельно выбраться, набирайте спасателем по телефону 112. Соблюдайте спокойствие, никуда не двигайтесь и слушайте рекомендации диспетчера. В первую очередь, вводимые ограничения направлены на охрану окружающей среды. Еще до наступления лета в Бобруйском районе произошло пять лесных пожаров. Важно помнить, риски есть всегда. И для их минимализации стоит придерживаться установленных правил и предписаний. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360. В Театре драмы и комедии имени Дунина Варцинкевича пройдет показ спектакля по мотивам пьесы Александра Островского «Поздняя любовь». В постановке поднимается вопрос о тревогах каждого человека, когда личное счастье потеряно и упущено, возможно, навсегда. Режиссером-постановщиком выступает Эрнест Корнышов. Продолжительность полтора часа. Билеты можно приобрести по цене от 10 до 15 рублей. Там есть своя интрига, которая в финале разъясняется. Кажется одно, а на самом деле немножко по-другому происходит, как в жизни. То есть нет такого, что все как на ладони, все понятно, все ясно. Этого нет в этом спектакле. Кроме того, сегодня в Театре премьерный показ музыкальной сказки «Степан Солдат. На выдумки богат». Увидеть постановку можно в пятницу в 11 часов. Квитки в кассах по 8 рублей. Реальная реальность, как славян изображают на Западе. И кому нужна кинематографическая выдумка по созданию навязанного образа, где все красиво, блестит и переливается всеми демократическими красками. Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!